Дизайнера надо знать в лицо. В этом уверены организаторы конкурса выставки текстильных рисунков, открывшегося в художественном музее. Орнамент, который наносят на постельное белье, полотенце или платье, на языке профессионалов называется крок. Разнообразие цветовой гаммы и стилевых решений ограничено разве что фантазией мастера. В своих работах ивановцы стараются следовать мировым трендам. Ампир, имперский стиль, который складывается из торжественности, из вертикалей, из красного сочетания с золотым. И рококо, это цветы, птицы, растения, насекомые. То есть вот эти мировые тренды, они здесь представлены. Задачу, которую ежегодно ставят перед собой организаторы конкурса, показать не только оригинальные примеры кроков, но и авторов, которые работают над их созданием. На полотнах больше 30 узоров от студентов текстильной академии и уже состоявшихся промышленных дизайнеров. Некоторые кроки уже используются на ивановских фабриках, другие только ждут своего часа. Поистине императорское постельное белье от дизайнера Ксении Куликовой уже можно увидеть в продаже. Мы пользуемся популярностью постельное белье. Мы печатаем его на сатине. Это очень хороший носитель, поэтому текстура ткани сама поддерживает дизайн, дает им возможность сиять на ткани. Поэтому, конечно, мы пользуемся популярностью наших покупателей. На выставке кроков представлены рисунки на любой вкус. От стройных геометрических узоров до нежных линий и привычных цветочных композиций. Правда, прежде чем рисунок окажется на ткани, с ним кропотливо работает дизайнер, стараясь угодить взыскательному потребителю. Изначально задумывается сюжет, то есть выбирается тема, которая интересна для художника и для потребителя. То есть находятся такие общие точки соприкосновения. Потом прорабатываются отдельные элементы. Они могут быть проработаны вручную, отрисованы в различных техниках. На таких выставках профессионалы обмениваются опытом и набираются вдохновение для будущих работ. Специалисты говорят, что за последние годы уровень ивановских дизайнеров заметно приблизился к европейскому. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.